Игнатий Богоносец Его сочинение в том, что они сохранились вплоть до нашего времени. Вот святой Игнатий Богоносец, это настолько удивительно святое. Во-первых, он один из первых учеников апостолов. Есть даже такое предание древнее, что он был тем маленьким мальчиком, которого Христос взял на свои руки и сказал, что вот кто умалится, как этот дитя, тот и больше в Царстве Божием. Конечно, это больше, может быть, такие древние предания, но достоверно известно, и об этом говорит нам святитель Иоанн Златоуст, что святой Игнатий Богоносец, он воспитывался под руководством первых учеников Христовых, апостолов. В частности, его учителем был апостол Иоанн Богослов, апостол Петр также, другие ученики Христовы, и сам святой Игнатий стал епископом города Антиохии во второй половине II века, и он был вторым епископом антиохийским. К сожалению, мало сведений сохранилось о его жизни. Но один из древних историков приводит нам такие сведения, что святому Игнатию Богоносцу было дано видение. Однажды во время своей молитвы, было такое у него молитвенное восхищение, ему было дано созерцать небесные обители, и как ангелы Божии воспевают святую Троицу в антифонах, то есть в особых песнопениях попеременно. Антифонное пение — это вот когда два лика. Один стих поет один лик, скажем, «Благослови, Душа моя Господа», «Благослови наси Господи». Второй лик подхватывает «Благослови, Душа моя Господа», «И вся внутренняя моя имя Святое Его». То есть вот они попеременно поют и воспевают Господа в антифонах, и в этом созерцалась особая такая вот райская гармония, что ангелы не мешают друг другу, а как бы в едином таком хоре воспевают святую Троицу. И вот по образцу этой райской гармонии святой Игнатий Богоносец в антиохийской церкви тоже учреждает антифонное пение, и оттуда оно распространяется по другим местам. Это вот такой интересный факт, событие из его жизни, но более известна его уже мученическая кончина. Это 107-й год по Рождестве Христовым, когда действовал указ императора Трояна о том, что всякий, исповедующий имя Христового, достаточно тебе было сказать, что ты христианин, и уже всякий такой подлежит смертной казни, уже можно было схватить. И святого Игнатия схватили в Антиохии как не просто представителя христианской общины, а как ее предстоятеля, как епископа церкви антиохийской. И вот в вузах его направляют поначалу по Средиземному морю на корабле в Рим, потом было две остановки в Смирне и в Трааде, куда к нему пришли христиане из местных церквей, а потом уже его далее переправляют в Рим. И когда святой Игнатий находился вот в этом своем таком, ну, сказали бы мы, трагическом путешествии, то есть это путь к смерти, он пишет свои знаменитые семь посланий к Смирниным, к офисианам, к магнезийцам, троллейцам, к святому поликарпу смирнскому, к филадельфийцам и еще послания к римлянам, христианам города Рима, куда он идет на смертную казнь. И вот очень рекомендую, кто сможет, прочитайте эти его послания. Они небольшие по содержанию, но в них открывается, во-первых, его удивительная доброта, чистота сердца. Во-вторых, это одно из первых свидетельств о Христе, когда христианские общины еще жили вот этой вот непосредственной радостью Христа Воскресшего. Еще совсем недавно Спаситель был на земле, вот ходил своими ногами, да, претерпел страдания, но и воскрес. И многие его еще помнили, видели. И вот святой Игнатий, он и пишет, его послания буквально дышат этой радостью о Христе, Христе Воскресшем. А вот в свое время протестанты пытались опровергнуть подлинность посланий святого Игнатия. Эти попытки рухнули, подлинность была доказана. Дело в том, что именно в этих посланиях уже указываются три степени иерархии. Епископ, священники, то есть пресвитеры, и дьяконы. И вот святой Игнатий Богоносец, он и описывает церковную общину, что она вот по подобию Христовой общины, где Спаситель и 12 учеников. Вот когда Спаситель в кругу учеников совершает Тайную Вечерю, да, и на Тайной Вечере устанавливает Таинство Евхаристии, говорит, «Приимите и едите сие из тела мое, которое за вас ломимо, да, и пейте из неовсиси, я из кровь мое Нового Завета, которая изливается вот за ваши грехи». То вот это было как раз вот первая литургия, можно сказать, установление Таинства Евхаристии. И всякая наша литургия, она причастна Тайной Вечере. Вот как там Спаситель в кругу своих учеников, апостолов, совершает Евхаристию, вот так в каждой епархии епископ в кругу, в окружении присвитеров, священников, совершает Таинство Евхаристии по образу Первой Тайной Вечери. И дьяконы — это вот не просто какие-то служители. Яств и пяти, говорит святой Игнатий, они не просто пекутся о столах, о чем мы читаем в книге «Деяния», но они служители Таин Божиих. Они помогают тоже при совершении богослужений. И вот в посланиях святого Игнатия Богоносца проводится такая удивительная мысль. Вообще Игнатий Богоносец — это один из первых богословов, можно было сказать. А в то время возникла такая вот нехорошая ересь, докетизм, которая утверждала, что Спаситель только казался человеком. Якобы Бог гнушается человеческим телом, и поэтому он не мог воплотиться. Но ведь в Священном Писании у апостола Иоанна Богослова в Евангелии мы читаем, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И слово стало плотью и обитало с нами. То есть Сын Божий воплотился, стал действительно человеком. И в первом соборном послании апостола Иоанна мы слышим подтверждение этой же истины, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши о слове жизни. Вот об этом он свидетельствует, о слове жизни, которое явилось на земле, и его можно было осизать, его можно увидеть, услышать своими ушами, потому что воплотившийся Сын Божий он благовестовал. И, собственно, Евангелие — это и есть его учение. Так вот, святой Игнатий Богоносец как раз и пишет, что истинно Сын Божий стал человеком. Он действительно родился, как маленький немощный младенец, которого в руках держала и нянчила его мама, Дева Мария. Он действительно, как и всякий человек, нуждался в пище и питье. И поначалу его мама нянчила и кормила своим молочком, а потом он стал ходить своими ножками по этой земле, по нашей грешной земле, и вкушал он уже нашу человеческую пищу. Потом он возрастал, и в 30-летнем возрасте он принял крещение от Иоанны, выходит на проповедь, а до этого он уже постится, мы знаем, 40 дней в пустыне, испытывает реальный человеческий голод. И тем самым Спаситель проходит весь путь человеческой жизни. Вот Игнатий Богоносец на это как раз и указывает, что в том-то и спасение, что Сын Божий истинно родился, как человек, истинно пострадал, как человек, и истинно воскрес. Если бы Господь не воспринял нашу плоть человеческую, то значит, не только Его земная жизнь призрак, но Его страдания на кресте это тоже призрак. А раз Он страдал призрачно на кресте, то значит, Он не искупил наших грехов, а значит, Он и не воскрес, и в том-то и сила Евангелия, евангельской проповеди, что Спаситель на самом деле пострадал на кресте, и страдания Его были настолько глубоки, что Он немного слов произносил, говорил жажду, и говорил, что даже, отче, для чего ты меня оставил? То есть, ну, конечно, это Отец его не оставлял, и Сын Божий всегда причастен, был Богу Отцу, а это вот как бы Он воспринимает наши страдания и от лица падшего человечества произносит. Но страдания были чрезвычайно великими, Его на кресте. И смысл искупления в том, что Господь реально через это прошел, и затем Он воскресает, на самом деле воскресение. Поэтому и мы имеем возможность реально воскреснуть вместе со Христом. И вот святой Игнатий Богоносец пишет обо всем этом на своем пути к своим собственным страданиям, мукам, и он обращается к римским христианам и говорит, ни в коем случае не пытайтесь выкупить меня, не пытайтесь меня спасти от мученичества, потому что действительно такая возможность теоретически она была. В Рим свозили очень многих осужденных, и когда казнили, то в какой-то момент могли просто его выкрасть или выкупить, чтобы выпустили. И кто бы потом там разбирался, сколько человек погибло на арене? Одним больше, одним меньше. Но святой Игнатий считает для себя принципиально важным стать реальным исповедником Христовым. И он проводит вот такую мысль, что Господь ради нас истинно пострадал и истинно воскрес. И если мы сами хотим быть действительно христианами, то есть со Христом, то и мы в своей жизни должны тоже пострадать, исповедуя Христа, чтобы стать действительно причастниками Христового воскресения. Вот святой Игнатий прошел через это реально. Его привезли в Рим, его осудили на смерть, вывели на арену, где отдали на растерзание голодным зверям. И он принял такую вот мученическую кончину. Сохранились, конечно, мощи, небольшие вот остатки от святого тела Игнатия Богоносца, которые затем перевезены были в Антиохию и стали чудотворными. Вот, конечно, от каждого из нас не требуется повторять подвиг святого Игнатия, потому что не каждого Господь призывает, мученичество, но каждому из нас в жизни дается понести какие-то свои страдания и свои муки. И вот когда мы это претерпеваем, давайте и мы тоже вспомним, о чем писал святой Игнатий, о чем он нам говорит, что вот за тебя Христос пострадал на самом деле, поэтому и ты вот эти страдания жизненные прими во имя Христова, понеси их с терпением, и помни, что с тобой рядом Господь, и через эти страдания ты приобщишься к реальному Христову воскресенью. Вот это главная истина, которую пытается донести до нас святой Игнатий Богоносец, а его молитвами досподобит нас Господь стать причастниками светлого Христово воскресенья. Аминь.